Погребенная во льдах. Глобальное потепление преподносит новые сведения о тех, кто давно обозначен как пропавшей без вести. Спустя 31 год тело уроженки Санкт-Петербурга, альпинистки Елены Базыкиной, было обнаружено на склоне горы Эльбрус. Установить личность женщине помогли хорошо сохранившиеся документы, которые в день трагедии находились при ней. По крупице наш корреспондент Александр Коваленко собирала сведения о девушке. Смотрите подробности. Фрагменты человеческих останков и альпинистского снаряжения были обнаружены 21 августа текущего года группой туристов на северо-западной стороне Эльбруса. На высоте более 4000 метров. Сразу о находке сообщили в МВД и МЧС. Подняться на это место спасателям поисково-спасательной группы удалось лишь спустя два дня в связи с суровыми погодными условиями на Эльбрусе. Были обнаружены кисть, которая виднелась на леднику, и обрывки какого-то снаряжения. Спасатели начали вырубать изо льда то, что там находилось. И в итоге обнаружили женщину, которая была упакована в спальный мешок вокруг остатки палатки, сшитая из парашютного шелка. На извлечение тела из льда спасателям понадобилось более четырех часов. Установить личность, закованную в ледник, а также месяц и год трагедии спасатели смогли здесь, на склоне горы. В этом им помогла кожаная сумка с документами, которую в день трагедии девушка держала при себе, а именно в спальном мешке. Хорошо сохранились паспорт на имя Базыкиной Елены Константиновны, 1951 года рождения, уроженки Новой Ладоги, Ленинградской области. Билеты в аэропорт Минеральных Вод, а также обратный билет домой, в Москву. Более 50 советских купюр и багажная квитанция. После проведения судебной медицинской экспертизы были установлены, как поясняют сами патологоанатом, вероятнее всего, вся травматика повреждений, а это многочисленные переломы конечностей, ребер и многие другие, они могли быть нанесены не иначе, как при сходе снежной лавины. Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины, горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Эти строки принадлежат Владимиру Высоцкому, в которых нет поэтического преувеличения. Недооценив всего коварства самой высокой вершины России и Европы, в апреле 1987 года группа Ленинградского клуба туристов, в числе которых были граждане Советского Союза, Караваев, Илюхин, Лапина, Елена Базыкина, а также гид группы Виктор Лыков, отправились покорять западную вершину Эльбруса со стороны Карачаева-Черкесии. Как прокладывали альпинисты маршрутную нить, навсегда останется тайной. Последний раз группа выходила на связь, оповестив, что заночевали на плата. О том, что туристы попали в беду, стало ясно уже 4 мая, когда они не вернулись домой. В конце 80-х профессиональных спасателей не было. На поиски группы туристов на ледник Улучеран отправились инструкторы, опытные туристы. Общественник и среди них был и Александр Витряк. Мы там больше 20 дней искали, нашли одну вешку. Вешка такая, алюминиевый треугольник с рисками, где-то 250 метров 300 от перевала Фрунзе на леднике Улучеран. Мы ее нашли в 87-м, больше ничего не было. Родители не теряли надежды увидеть своих детей живыми, отгоняя куда подальше негативные мысли. Елена Базыкина – единственная дочь в семье, которая грезила туризмом. Ее манили горы, пеший туризм. По альпинизму у Елены был первый разряд. О своей профессии экономиста говорить она не любила, но с удовольствием вступала в беседу о туристических маршрутах, о покоренных вершинах Крыма, Кавказа. Увлечения Аленки, так ласково называла ее мама, Синаида Петровна не поддерживала. Даже была против. О том, что 10 апреля 1987 года дочь взяла билет в один конец, мать начинает понимать спустя несколько лет. Поиски родственников трагически погибшей Елены Базыкиной для сотрудников Следственного комитета Карачаева-Черкесии дали скорые результаты. Благодаря чему наша съемочная группа связалась по телефону с двоюродной сестрой Елены Константиновны – Леридой Денисовой. Мы все-таки ждали, ждали, ждали. Вдруг произойдет какое-то чудо, и она где-нибудь объявится. Потому что она все-таки была альпинист непростой. Она была, по-моему, первой, кажется, категорией, в общем, высшей категорией. Поэтому не первый раз она пошла, а много-много раз. И сама она водила альпинистов. Не успела Леночка обзавестись семьей, детьми. Вся порхающая она в душе была сама еще ребенком. Хорошо играла на гитаре, вспоминает ее сестра, да и пела, все заслушивались. С надрывом в голосе Леридо Александровна вспоминает, как свою хохотушку ждала мама. В надежде уже скоро обнять родного дитя. Мучительные мысли о местонахождении дочери ухудшали здоровье Зинаиды Петровны. В скорости ее не стало. 25 декабря 2018 года Елене Базыкиной исполнилось бы 67 лет. В памяти своих родственников она навсегда осталась молодой, веселой девчушкой, которая была душой компании. Спустя 31 год тело альпинистки Елены Базыкиной придадут земле на Ховановском кладбище в Москве, где покоятся ее родители. Александра Коваленко, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.